Всем огромный привет! Я рада встрече с вами на официальном канале сервиса Sample Society. Сегодня мы с вами поговорим о сногсшибательно-лимитированной коробочке Luxury Box. Как и положено всему Luxury, коробочка выполнена в черном строгом цвете, но вот ее наполнение безумно яркое. Первое средство из этой коробочки, я знаю, ждали очень многие девушки. Это миниатюра аромата Candy Kiss от Prada. Миниатюра безумно милая, она в точности повторяет полноразмерную версию этого аромата. Единственное, что здесь нету распылителя. Название аромата говорит само за себя. Это действительно очень сладкий, очень нежный, в меру девичий, в меру женственный аромат. Он цветочный, мускусный, я отчетливо здесь слышу ваниль. По мне, так это дневной аромат, он совершенно спокойно подойдет для того, чтобы пойти на прогулку, либо пойти в нем в офис. Он пахнет весной и обволакивает свою хозяйку ощущением чистоты и нежности. Это тот вариант, когда чуть-чуть не хватает настроения, но аромат позволяет все исправить. Следующее средство это крем для лица марки Freelab, который носит очень простое название M-Cream. В этой миниатюре по объему находится 1,6 полноразмерного средства, а полноразмерное средство так на секундочку стоит 26 435 рублей. У этого крема достаточно плотная гелевая текстура и приятный апельсиново-цитрусовый аромат. Это лифтинг-крем, он подтягивает кожу лица, придает ей сияние, питает кожу, расслабляет мышцы лица и избавляет от мимических и более глубоких морщин. На сухую кожу достаточно проблематично нанести этот крем равномерно, поэтому я использую перед его применением термальную воду. Следующая миниатюра это средство с клеточным комплексом для удаления макияжа с глаз от Leucolin. Средство двухфазное, поэтому перед применением его обязательно нужно взболтать. Оно не имеет никакого запаха, не раздражает кожу глаз и прекрасно справляется даже с водостойким макияжем. В средстве содержится множество растительных экстрактов, поэтому помимо своей основной функции удаления макияжа, оно также ухаживает за кожей вокруг глаз, успокаивает ее и защищает. В качестве декоративного средства для кожи лица девушки могли найти тональное средство Lunis Silk Foundation от Giorgio Armani. Это очень легкое тональное средство с приятным ароматом, оно хорошо перекрывает красноту лица и дает очень невесомое покрытие. Оно распределяется очень легко, но буквально через несколько секунд после нанесения оно буквально пристывает к коже и никуда уже не девается в течение всего дня. Лично у меня с некоторыми пудрами этот крем конфликтует, поэтому будьте аккуратнее, пудры могут немножко окисляться. Но если носить его соло, то никаких претензий к крему вообще нет и отличное средство на лето. Также в коробочке девушки могли найти средство для лица от Helena Rubinstein, это крем Prodigy Reverse. Этот крем дневной, он прекрасно ложится под макияж, быстро впитывается, никаких проблем с ним не возникает. У него безумно приятная парфюмерная композиция, пахнет очень дорого. Этот крем призван делать кожу более отдохнувшей, сияющей и свежей. В креме содержатся экстракты растительной клетки Дельвейса, которые призваны защищать нашу кожу и делать ее более упругой. У меня тюрь 5 мл, но расход у крема абсолютно небольшой, поэтому я думаю, хватит его распробовать надолго. Следующее средство я посоветую абсолютно всем девушкам, кто прямо сейчас находится в погоне за блеском волос. Это уплотняющий шампунь Ванна от Керастаз. Волосы с этим шампунем становятся более гладкие и послушные, но для меня, если честно, открытие, как он работает именно с блеском волос. Шампунь призван укреплять и восстанавливать структуру волос, волосы действительно более гладкие и послушные после него. Но еще раз хочу отметить блеск. Блеск после этого шампуня просто потрясающий. Когда-то давно один мастер по волосам мне сказал, что не важно, какой шампунь ты используешь, главное, какую маску и бальзам ты используешь после него. И вот здесь я в корне не соглашусь. Вот этот шампунь даже без использования маски и специальных средств для волос делает волосы потрясающими. Кстати, еще один немаловажный момент. С тех времен, когда я сделала прическу короткой, я мою голову каждый день. И это моя обязанность и миссия. Но с шампунем от Керастаз я могу мыть голову один раз в два дня без потери качества блеска и упругости волос. В общем, как вы уже поняли, для меня это любимейшее средство из этой коробочки. Прям муа. Еще одной звездой коробочки Luxury Box стала миниатюра помада от Giorgio Armani Rouge Ecstasy. Этот маленький красный тюбик дает себе замечательную помаду, которая подходит для ежедневного использования. Она придает губам соблазнительный кровавый красный оттенок и одновременно ухаживает за ними. Помада очень легко наносится без помощи всяких кистей, но я посоветую использовать ее вместе с карандашом в избежании всяких убеганий с губ. Помада оставляет ваши губы на протяжении всего дня чувственными, а самое главное увлажненными и ухоженными. Так что, любительницы красных помад, я думаю это ваш выход, поэтому оставляйте внизу комментарии, понравилась ли вам помада от Giorgio Armani. Ну и последнее средство из коробочки, достаточно необычное, это стикеры для нейл-арта от Кристины Феджеральд. Если этой весной вам захочется побаловаться с маникюром, то эти стикеры дадут вам такую возможность. Достаточно просто приклеить любое такое сердечко на ногтевую пластину и покрыть сверху топом. Все, ваш индивидуальный маникюр готов. Вот таким составом была щедра коробочка Luxury Box. А как считаете вы, коробочка действительно получилась Luxury? Оставляйте обязательно внизу свои комментарии, нам будет интересно узнать ваше мнение. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. А я всех целую и всем пока!